Всем здравствуйте! Компания Progress Auto, город Благовещенск. И сегодня у нас на обзоре Hubot L1-185 в такой интересной комплектации. Здесь у нас вот такой вот отвал грейдерный сзади, установлен на трех точке, как видите. И сегодня мы будем развеивать один миф. Миф, с которым я часто сталкиваюсь, когда разговариваю с нашими клиентами. И миф о том, что трактор должен быть только полноприводный, иначе он абсолютно не функционален, иначе от него смысла никакого нет. Сейчас мы сделаем краткий обзор трактора, а потом попробуем почистить снег немножко и посмотрим, все-таки правда ли это, что заднеприводный трактор, Это заднеприводный трактор, как вы видите, по колесам спереди и отсутствует кардана, сможет справиться с каким-то навесным оборудованием и с какими-то работами. Я вам сразу говорю, что миф будет развеян, но в конце вы увидите сами, главное, досмотрите ролик до конца. Трактор Кубота Л1-185. Довольно-таки мощный. Данный трактор у нас имеет вот такой вот козырек, чтобы спасаться от палящего зимнего солнца, когда вы убираете снег. Ну, естественно, шучу, вы можете заниматься и летними, и сельскохозяйственными работами. Можно просто снять наш отвал и установить любое навесное сюда. Пройдемся по колесам. Колеса у нас имеют следы рассыхания, растрескивания, к сожалению, но такой он пришел к нам в стихоне, с аукциона. Резина японская, спереди тоже есть небольшие трещины, но не слишком критичные. По второму колесу картина, в принципе, та же самая, к сожалению. И по второму заднему колесу тоже имеются вот такие вот трещины. Так, данный трактор у нас, как я уже сказал, оснащен грейдером. Здесь у нас трехточка. Видим гидроцилиндры, значит, у нас есть все гидронастройки. Вот на этом пультике. Здесь у нас поднятие и опускание нашей гидравлики. Локировка дифференциала. Сдвойный тормоз. Ножной газ. И ручной газ. Здесь у нас под рудем четырехступенчатая, точнее, кулиса нашей четырехступенчатой коробки передач. И по другой стороне на свечах реверса. То есть все эти передачи мы можем использовать как вперед, так и назад. А учитывая то, что раздатка у нас тоже на четыре передачи, значит, мы можем использовать 16 скоростей вперед, 16 скоростей назад. Вал отбора мощности у нас располагается под рулем. На нем тоже четыре передачи. То есть можно настраивать скорость вращения нашего будто фрезы. или чего-нибудь еще под необходимую вам. Очень холодно, извиняюсь, заговариваюсь. Вот такой вот тракторочек у нас. Кстати, о наработке забыл сказать. 311 моточасов на работе у данного трактора. Двигатель работает ровно. Слышим это прекрасно. Никаких посторонних звуков, стуков нет. Ну и теперь приступим к самому интересному. Погнали. И мы уже готовы чистить дорогу. Поехали. Как я и говорил в самом начале, миф разрушен. Несмотря на то, что трактор заднеприводный, с такой работой он справляется легко. Не забываем, что даже на заднеприводных тракторах есть блокировка дифференциала, которая не позволяет колесам пробуксовывать в отдельности двух тракторах. То есть грядусь раз, два колеса. Вот мы видим результат. Вот. Буквально два раза прокатиться туда и обратно и дорога будет чистая. Вот. Вы сами все прекрасно видите Какие-то комментарии излишни Поэтому еще раз вам говорю Не стоит бояться неполноприводных тракторов Неполноприводный трактор Прекрасно справляется С такими же задачами Как и полноприводный трактор Стоит дешевле Но работает В принципе точно так же Если конечно не считать Каких-то очень труднодоступных мест И сложных дорог Вот пожалуйста Начинали чистить Вон от того участка И вот эти метров 20 Мы прочистили за полторы минуты Очистили конечно не идеально Но очень холодно Поэтому друзья Звоните в прогресс авто 8-914-555-2030 Ну а я пошел пить чай И греться Чтобы снять для вас следующее видео Не болейте, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok